Ребята, всем привет! Я нахожусь в самой свободной стране на свете. Я приехал в Соединенные Штаты Америки. Дико холодно. Раннее утро. Это автовокзал Лос-Анджелеса. Сейчас 9 часов утра. Очень холодно. Вот все вещи, что есть на мне, это все мои вещи в Америке. Кофта эта мокрая. Я ее надел, я ее просто постирал вчера в гостинице. И она еще не успела высохнуть полностью. Вот, поэтому я сейчас в первую очередь пойду, найду Макдональдс. Точнее, я его вижу просто. Он там на горизонте, гигантская буква М. Я там попью кофейку, съем какой-нибудь бутер, а потом выползу и все вам расскажу. Тут вот дома коммунистов стоят, видимо. Макдональдс через дорогу. Надо будет еще перейти дорогу. Я один, потому что Рената оставили в тюрьме на сутки дольше. И на ковидном карантине тоже на сутки дольше. Поэтому приедет он позже. Я пока один тусуюсь. Ну так, друзья. Я, короче, похавал, согрелся. Сейчас буду пробираться куда-нибудь в центр, хотя бы до станции метро. И уже там засяду в какую-нибудь порядочную кафеху. Буду искать отель или хостел, где остановиться на первое время. И заодно буду пробивать варианты по недвижимости. Там хату снимать или комнату снимать. Пока сяду в Лос-Анджелесе. То есть остаюсь жить в Лос-Анджелесе. Сначала найду хату, а потом буду уже искать работу. В Лос-Анджелесе сегодня туман. На горизонте видны небоскребы. Вон там вдалеке. Но из-за тумана их не видно. Состояние, на самом деле, опять же, зомбированное. Я все так же не могу никак выспаться. Потому что сегодня мне надо было встать в 4 утра, чтобы сесть на автобус и ехать в Лос-Анджелес. Сейчас раннее утро. Поэтому еще довольно холодно. Самокат. Я уже две автобусные остановки прошел пешком минут за 10. До первой станции метро примерно 8 автобусных остановок. Я думаю, что проще пешком дойти, чем ждать автобус. Прогуляюсь. Это, видимо, какой-то коммунистический район Лос-Анджелеса. Видите, кругом дома коммунистов разбиты. Такой лагерь коммунистов. Смотрите, эти дома я видел только в фильмах. Реально идешь по Америке, и ощущение, что ты попал в кино. Офигенно. Это непредаваемые ощущения. Я в кино, чуваки. Небоскребы в тумане. Вот, собственно, станция метро, я так понимаю. Отсюда я уже смогу доехать до района Голливуд. Надел маску, сейчас спускаюсь в метро и еду в Голливуд. Вот такая одноразовая пластиковая карта на метро стоит что-то 3,45, по-моему, бакса. Просто купить в автомате тыкаешь там на английском языке, проще простого ее купить. Так, а теперь мне надо найти поезд до Голливуда. Так, мне нужна красная ветка. Вот, видите, станция Голливуд. Несколько станций Голливуда. Ну, я на какой-нибудь выйду, и все. То есть я просто так еду, я надеюсь, что там есть кафешки с Wi-Fi. Мы тут... Потолок из кинопленки. Ну, в смысле, такие катушки от кинопленки. Это на станции Голливуд. Видеокамеры. Какие люди в Голливуде. Выходишь из метро, и сразу аллея звезд, представляете? Та самая легендарная аллея звезд. Дженнифер Энистон. Так, ну, в общем, здесь уже поцивильный райончик. Надо искать какую-нибудь кафеху с Wi-Fi. И сидеть там целые сутки, пока не найду хату. Короче, видимо, зря я приехал в Голливуд, потому что я уже обошел, не знаю, километров пять. Тут нифига нету, чисто туристическая зона. Хотя есть, встречаются некоторые кафехи, но они почему-то закрыты. Сейчас уже 11 часов. Может быть, кафе здесь начинает с 12 работать. Ну, и людей, как вы видите, на улицах мало. Вот эта аллея звезд, она просто бесконечная. О, я вижу через дорогу Старбакс. Там хаванины нет, но там можно пить кофе до бесконечности. Там есть Wi-Fi, и там есть розетки. Короче, зашел тут по пути в магазин с мобильниками. Они говорят, что местная сим-карта не будет работать на нашем европейском телефоне. То есть надо покупать еще местный телефон. Это очень маленький Старбакс без стульев. Можно стоять у подоконника, и все. Это чрезвычайно неудобно. Пойду дальше по Голливуду блуждать. Человек-паук идет. О, Макдональдс. Наш православный Макдональдс спасает. Так, а пойду пройду все-таки еще один квартал. Тут перекрыли целую улицу, снимают кино. Я вижу, вон там камеры стоят. Идут съемки какого-то фильма. Я уже целую станцию метро прошел по улице. А тут съемки фильма. Я все-таки найду тут какой-нибудь кафеху, зато у меня поблизости теперь есть станция метро. Я всегда могу прыгнуть и уехать. Куда надо. Но мне никуда не надо. Звезда Робина Вильямса. Аллея звезд идет вообще на много-много километров. Тут очередь на фотосессии, видимо, с кем-то. Странно, уже столько еду, и мне еще не встретилось ни одного кофехауса, шоколадницы, где можно просто зайти взять бизнес-ланч, короче, и посидеть в интернете. О, сабвей. Можно заболеться в сабвей. А можно еще пройти несколько километров. Хотя там дальше, по-моему, уже какой-то мост. Там уже не пройти, мне кажется. Да, наверное, придется идти в сабвей. Короче, в сабвее вай-фая нет. У меня на самом деле есть еще интернет на мексиканской симке, но она работает в роуминге, и в любой момент интернет может кончиться. Поэтому пройдусь-ка я еще и поищу какое-нибудь кафе. Надеюсь, что найду. Вон через дорогу я вижу какое-то порядочное заведение. Там суши, рамен, пицца. Пойду-ка я туда. Короче, похавал в этом китайском заведении. Огромная порция салата, кофе и сок обошлись мне на 15 баксов. Вот, я успел забронировать отель себе на сутки. Сейчас я туда поеду. Какой-то самый-самый дешевый отель. Ну, в смысле, не хостел, а вот из дешевых отелей. Номер за 6,5 косарей в сутки. Надеюсь, что там не совсем ад будет. А еще пока я сидел в этом кафе, туда зашел какой-то хитрый коммунист, сел, попил кофе, встал и не стал платить и пошел на выход. Вот этот азиат, хозяин кафе, подходит, говорит, извините, но вы же должны заплатить. Он говорит, нет, я не собираюсь платить. Вышел и ушел. А азиат интеллигентный человек. Он просто такой, пожал плечами, думает, ну что за люди как бы. И все. Поеду сейчас на автобусе. Вот эта лавочка, собственно, видимо, автобусная остановка и есть. Вот, потому что на столбе написаны маршруты. Мне нужен 212 маршрут. Прямо на остановке звезда Софи Лорен. Пока жду автобус, отвечу на некоторые вопросы. Вопросов реально сотни поступают. Некоторые люди вообще странные. Ну, во-первых, у меня не хватает времени всем ответить. Некоторые начинают психовать, типа, почему не отвечаешь? Ну, потому что у меня нет времени. Я весь в делах, бегаю, ищу. Мне надо и хату искать, и работу искать. И все, все, все. Советую, допустим. Сейчас посоветовал чуваку. Задает вопросы по эмиграции. Говорю, посмотри на ютубе. Это все есть на ютубе. Просто забей, там, допустим, в США, через Мексику и так далее. Я не смотрю ютуб, я только читаю. Объясни мне, как. Я говорю, чувак, у меня нет времени объяснять. Это все есть в ютубе. Я не смотрю ютуб еще с кучей восклицательных знаков. Ну, не смотришь, значит, не буду тебе отвечать. Все просто. Гуглите, ребята. Гуглите. А еще самый частый вопрос по поводу денег. Сколько надо брать с собой денег? Как можно больше? Надо брать вообще все деньги, которые у вас есть. Продавать квартиру и так далее. Ну, реально, минимум надо 350 тысяч рублей. Но, как вы понимаете, когда вы приезжаете в Штаты, вам нужны деньги на все. Вот сейчас мне на аренду, на проезд и так далее. Никто вам здесь деньги давать не будет. Потому что мне также задают вопросы, типа, что там, какую социалку платят, дает ли государство квартиру. Ничего государство вам не дает, как бы. Все надо самим покупать, это снимать и так далее. То есть, никакой социалки нет. Мы же не нахлебники. Мы приезжаем сюда работать, трудиться на благо Соединенных Штатов Америки, платить налоги и так далее. Короче, зря ждал автобус, потому что из-за съемок на этой улице автобус идет выше по другой улице. Короче, пойду пешком. До этого отеля идти полтора часа. Прогуляюсь. Вторую часть пути все-таки на автобусе. Поеду, жду на остановке автобуса, а напротив идут съемки фильма. Какой-то фильм снимает в клетке. Что-то я ничего не понял. Захожу в автобус, протягиваю водителю деньги. А он говорит, no, this is free. Типа бесплатный проезд. Ого. На автобусах в Лос-Анджелесе бесплатный проезд. Нифига себе, друзья. В Лос-Анджелесе бесплатный проезд в автобусах. Знатоки, напишите, как это так может вообще быть. А я приехал в район Уилшу-центр. Я так понимаю, это вьетнамский район. Здесь все на языке на вьетнамском. Очень много кафешек. Я видел Ханой и так далее. Заселение в отель здесь с трех часов. Сейчас два часа. У меня есть время, пока мы ехали. Я там видел магазин Тимобил. Попробую сходить купить сим-карту. И если придется, то куплю и телефон. Вот такие автобусы. Вот он поворачивает. Вот Тимобил через дорогу. Ну что, друзья. Купил себе сим-карту в Тимобил. По водительскому удостоверению. По российскому водительскому удостоверению. Короче, просил безлимитку. Полная безлимитка стоит 98 баксов в месяц. Я решил, что это дорого. Купил, короче, себе за 68 баксов в месяц. Безлимитный интернет. Но 50 гигабайт при скорости 5G. А дальше 4G с безлимитом. Но так как у меня вообще-то телефон. Вот Samsung A51. На нем тупо нет 5G. То есть 4G будет работать и все. Поэтому, как только заработаю немного денег. Сразу же куплю себе новый телефон. Который поддерживает формат 5G. Друзья, слушайте, ну вполне себе приличную гостиницу снял. За 6,5 тысяч. Я думал, что это будет прям притон. Так как это вот самая дешевая гостиница после хостела. Смотрите, вообще порядочно. Не ожидал. Приятно удивлен. Вполне-вполне. Вполне-вполне. Санузел. Шикарная гостиница. Даже есть тут кофемашина. Есть чай. Офигительно. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Прокомментируйте видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok